Здравствуйте! Вы смотрите программу Гость Студии. Сегодня на наши вопросы ответит Владислав Сатинаев, первый заместитель главы администрации городского округа Воскресенск, и Анна Богданова, начальник отдела по работе с молодежью администрации городского округа Воскресенск. Здравствуйте! Добрый день! Интересная тема сегодня у нас помощь, волонтерство. В трудной ситуации, я знаю, находятся наши врачи уже 9 месяцев, они помогают, спасают жизни, борются против коронавируса, но им нужна поддержка и помощь, и хочется узнать, как администрация поддерживает сегодня врачей. Да, но работа для администрации уже не новая. Основы были заложены, конечно же, во время первой волны весной, когда все было в новом, все было, как я уже неоднократно говорил, мы существовали вроде как-то в параллельных реальностях, но, к сожалению, весна показала, что мы должны быть рядом, вместе друг другу помогать, поддерживать, врачи нас лечить, а мы им всячески помогать и содействовать в этом. Поэтому, когда обстановка снова усугубилась, то, конечно же, были, во-первых, взяты за основу все те методы взаимодействия, которые были на работе ранее, и, конечно, более сейчас динамично развивающаяся ситуация с заболеваемостью, конечно, какие-то новые реакции, новые пути тоже взаимодействия появились. Ну, например, если говорить о оперативно возникающих вопросах, вот получилось так, что решили отремонтировать помещение под станцией скорой помощи в Ошитково. Почему именно в Ошитково, в чему это место выворили? Ну, потому что она находилась у нас, скажем так, пришла пора ремонтировать помещение. Помещение находилось такое, которое не соответствовало требованиям, и, наверное, врачи уже просто были вынуждены. Было первоначально, в принципе, должны были они просто перенеститься сюда, у нас в центр города Воскресенска, на больничный переулок, и там находиться. Но мы понимали, что если те машины и те врачи, которые находятся в Ошитково, перенеслись бы в Ошитково, соответственно, этот куст нашего городского округа просто потерял бы оперативность и доставки, в реакции медиков, и просто больные бы гораздо дольше ждали приезда машины скорой помощи. К нам обратился руководитель подстанции Юрий Адикович с просьбой как-то рассмотреть возможность. А мы как раз в это время в связи с реорганизацией у нас помещение, где раньше распорогался администрация Ошитковского поселения. В принципе, она была свободная, мы планировали туда переместить у нас библиотеку. Но мы понимаем правильно приоритеты, расставляем, библиотека может, наверное, сейчас переездами подождать, тем более, что она работает в старом помещении, а врачам это выгодно. И администрация оперативно и безвозмездно предоставила полностью оборудованные, теплые, со всеми ресурсами, тепло, свет, вода, помещениями, где сейчас уже и располагается наша подстанция. И, в общем-то, таким образом мы смогли как минимум не понизить качество оказания медицинских услуг на той территории. Ну, также традиционно, конечно же, как выделяла администрация автомобили с водителями для доставки врачей и неотложной помощи к жителям, так мы и продолжаем это выделять. Ну, конечно же, если говорить не только о таких прямых методах помощи, наверное, пропаганда необходимости вакцинации, пропаганда необходимости соблюдения тех самых ограничений, масочного режима, социальной дистанции, тоже всячески проводится администрацией во всех информационных ресурсах. Вот, ну, пользуясь случаем, наверное, тоже призову жителей все-таки продолжать соблюдать масочный режим и дистанцию. Обстановка сложная, вы все читаете официальные сводки. Воскресенский городской округ достаточно количество зараженных увеличивается, вы это можете увидеть, в общем, на официальном сайте Московской области. Я знаю, некоторые врачи до сих пор оторваны от семьи, живут отдельно. Раньше это был лагерь Дубравушка, территория Дубравушки. Что-то изменилось? Расскажите об этом. Да, у нас весной проживали на территории лагеря Дубравушка врачи. Сейчас также необходимость эта сохраняется. И, значит, спасибо у нас Министерству, Комитету по туризму Московской области и нашим предпринимателям. Значит, сейчас врачи расположены в комфортабельной трехзвездочной гостинице «Бизнес-отель Воскресенск», которые расположены гораздо ближе ко второй нашей больнице. И, конечно, если сравнивать, я не говорю, что плохо было в Дубравушке, но, тем не менее, конечно, сейчас и качество предоставляемых номеров, качество какого-то питания, качество досуга, в общем-то, гораздо лучше. И мы постоянно мониторим, выезжаем. Я лично выезжаю в отель, проверяю, как там живется врачам. Пока жалоб, нареканий со стороны врачей никаких у нас нет. Безусловно, в такой ситуации тяжелой, когда врачи работают 24 на 7, и постоянно многие в красной зоне находятся, нужен и какой-то кадровый резерв, и вообще, в принципе, пополнение штата ковид-госпиталей и амбулаторий. Ведется ли какая-то кадровая политика? Может быть, как-то администрация помогает расширить штат персонал больниц? Да, вы знаете, здесь у нас мы помогаем по такому принципу. То есть, есть какие-то вещи и услуги, которые специфичны, которые могут оказывать только люди со специализированным образованием, медики, санитары, которые понимают уже четко методы лечения или какие-то специфики. А есть те общедоступные пласт работы, которые могут выполнять, скажем так, не специалисты. Что я сейчас имею в виду? Ну, во-первых, в первую очередь, вы правильно сказали, конечно же, огромный дефицит медицинских кадров у нас. Врачи выбывают по причине здоровья, выбывают просто по каким-то семейным обстоятельствам. Но, к сожалению, выбывают и по причине смерти. Вы знаете, вы делали репортаж, наверное, как раз, когда мы открывали мемориальный, да, и доску, и камень. Поэтому, к сожалению, это так. Вот. И дефицит кадров есть. И дефицит и неотложных, и педиатров, и терапевтов. Поэтому ту часть работы, скажем так, массовую, как массовый обзвон соискателей, получение баз данных от кадровых агентств, получение баз данных от каких-то других источников, от... сейчас у нас вся область работает, в принципе, все министерства помогают, тоже обзванивают. Именно эту часть работы администрация взяла на себя. Выделены люди, которые по полученным спискам связываются с соискателем. Какой-то у них четкий чек-лист, который не задает вопросы. Если, условно говоря, из 10 вопросов или из 50 совпало, 50, там, 70, 90 процентов, соответственно, сколько, то тогда данные резюме соискателей передается уже в кадровое подразделение лечебного учреждения, и уже, соответственно, они начинают с ним работать, потому что мы понимаем, что принять решение о приеме врача на работу или санитара, то принимает, конечно же, квалифицированный работник, именно уже руководитель лечебно-профилактического учреждения. Ну, еще что хочется, какую часть работы еще взяла на себя администрация? Во-первых, это, конечно же, вы знаете, что если те люди, кто у нас сдавали анализы, то необходимо они заполнить достаточно вот лист формата А4 с разными данными, потом их медики должны были вносить в соответствующую систему, чтобы получать данные о результатах анализов каких-то еще. Именно вот эту часть работы, рутинную, механическую, как я говорю, то есть забивание в компьютер этих данных, тоже мы взяли на себя, выделено на 4 человека с администрацией, которые ежедневно занимаются этим, тем самым освобождая медиков, в общем-то, вот от той, скажем так. Они прямо на территории больницы работают, получается, или как? Нет, эти люди работают на территории администрации. Но с данными, которые из больницы приходят? Да, наложен процесс взаимодействия, слава богу, 21 век, электронный весь обмен, поэтому это позволяет. И еще одна часть работы, вы, наверное, тоже все знаете, что вот этот единый колл-центр Московской области, куда жители у нас обращаются за записью врача или каким-то любым другим вопросом, тоже, если, наверное, я вот сам тоже думал, что это где-то сидит там, как вот нам показывают люди в наушниках, где-то в едином центре, там, я не знаю, управления. Это не так. Это не так. Это в каждом администрации выделены люди из администрации, в частности, у нас тоже три человека, я даже могу сказать, из управления культуры выделены по графику, которые приходят, вот это уже на территории больницы, и принимают звонки, та же самая у них чек-листы, заготовленные шаблоны ответов, они берут информацию, аккумулируют ее и передают в лечебное учреждение. Известно, что многие люди в связи с пандемией оказались в трудной жизненной ситуации, как оказывается им помощь, на всех не хватает сил социальной защиты населения, и сейчас очень мощно работает волонтерство, вот расскажите, Анна, об этом. Ну, сейчас можно несколько способов, чтобы подать заявку на оказание помощи. Первый способ – это позвонить на горячую линию федеральную «Мы вместе», второй способ – это обратиться по горячей линии «Областной», «Мы рядом», и третий способ – это обратиться в местные органы самоуправления, в соцзащиту, либо в администрацию, либо в молодежный центр «Олимпийц», где был создан волонтерский штаб. А кто может обратиться, какие категории граждан имеют право там как-то получить помощь? Ведь это самые разные люди, мне кажется, могут оказаться в непростой ситуации. Ну, на данный момент мы, конечно же, имеем категорию, имеем в виду категорию пожилых людей, которые имеют ряд сопутствующих заболеваний в силу своего возраста, в силу каких-то хронических заболеваний. И люди, которые находятся на самоизоляции, которые болеют ковидом, которые сидят дома, переживают самоизоляцию и не имеют возможности сходить в магазин, купить лекарства, погулять с собакой, оплатить квитанции ЖКХ. И какие-то есть индивидуальные заявки, которые мы рассматриваем в индивидуальном порядке. Такие тоже психологическую помощь оказываем. Многие люди потеряли близких людей, многие люди сами переболели, им нужна психологическая помощь, поддержка. То есть заявок очень много. Какого рода помощь волонтеры оказывают? То есть перевозят продукты там? Или, вот вы уже начали говорить об этом, помогают с лекарствами? Да, но вторая волна немножко отличается от первой. Если в первую мы привозили гуманитарную помощь, предоставленную нами и губернатором Московской области, и Общероссийским народным фронтом, то в эту волну уже люди обращаются, когда за помощью, они должны понимать, что помощь будет оказана за их счет. То есть волонтер приходит к адресату, берет у него список продуктов, идет в магазин, и за его счет приобретает либо продукты, либо лекарства. Сколько сейчас волонтеров трудится на территории нашего округа? И, может быть, вы расскажете, кого среди них больше? Это молодежь или, может быть, это люди разных возрастов? Ну, опять же, если сравнивать с первой волной, то численный состав, он отличается. В первую волну было задействовано больше. Объясню, почему. Потому что многие люди и студенты находились дома на самоизоляции и не работали, и не учились. А сейчас таких людей меньше в силу их занятости. То есть главный ресурс волонтера – это его время свободное. Поэтому сейчас у людей меньше свободного времени, но помощь оказывается все в том же объеме. А какие организации, собственно, принимают участие в волонтерстве? Ну, если мы говорим о волонтерстве именно в пандемии, то здесь мы не можем задействовать несовершеннолетних волонтеров. Поэтому это в основном совершеннолетние волонтеры, либо привлеченные студенты, работники учреждений, либо непосредственно сотрудники самих учреждений. В основном на базе каждого молодежного центра создано свое волонтерское движение. Также идет взаимодействие с объединениями, такими как Красный Крест, Молодая Гвардия Единой России, Юнармия, волонтеры Победы. А почему мы несовершеннолетних не можем привлекать? Это какой-то закон? Разъясните мне этот момент. Потому что волонтер всегда находится в зоне риска, и нести ответственность, что волонтер может заразиться, или нести материальную ответственность в том числе. То есть, когда волонтер идет в магазин и берет деньги у человека, он несет материальную ответственность. Соответственно, несовершеннолетнего ребенка мы не можем привлечь к этому. Но хочу отметить, недавно мы были с депутатом Совета депутатов городского округа Воскресенского в одном из учебных заведений, где создан отряд «Я волонтер» на базе школы. И очень приятно, что в учебных заведениях создаются такие отряды. И в период пандемии многие из них взяли на патронаж ветеранов, бывших учителей, которые уже в возрасте находятся на самоизоляции, и им помогают. А есть ли заболевшие, собственно, среди волонтеров, и сколько их, если у вас есть подобная информация? Расскажите. Волонтеры тоже люди, и, конечно, есть среди них заболевшие, так как они выполняли функцию соблюдения масочного режима в местах скопления людей, это в торговых центрах, на железнодорожных путях, на станциях, на автобусных станциях. И в этот период, конечно, были случаи заражения. Но следите за тем, вот сегодня один из главных вопросов к обществу, от врачей в том числе, что люди пренебрегают средствами защиты. Вот как это обстоит у волонтеров? Они используют гели, антисептики, маски? У каждого волонтера есть четкая инструкция по соблюдению масочного режима, по соблюдению перчаточного режима. Все они проинструктированы о том, что они не могут заходить к адресату в дом. То есть все передается дистанционно. Если человек болен, то бесконтактная доставка происходит продуктов и лекарств. Хотелось бы чуть-чуть добавить Анну, чтобы мы понимали, какой масштаб у нас этой помощи. Например, у нас с того момента, как мы приняли решение об оказании помощи людям старшего возраста, то волонтерами совместно с нашим управлением соцзащиты у нас обзвонили 17 546 местных жителей, кто у нас старше 65 лет. То есть в день мы примерно 1000-1500 звонков сотрудники производят. То есть звонят пожилому человеку, спрашивают, как ваши дела, чем нуждаетесь, помогают люди. Если поступает какая-то заявка от этого человека, как уже сказала Анна, начиная от того, чтобы погулять с собакой, вынести мусор, либо кому-то банально доставить продукты или доставить лекарства, все это выполняется. Ну, надо сказать, что наши люди пожилые, спасибо им за это, в общем-то, не злоупотребляют. И некоторые даже наоборот, мы уговариваем их помочь им как-то. То есть у нас всего в это время 16 заявок было, которые попросили люди что-то сделать. Ну и это именно по линии соцзащиты. Волонтерам, конечно, больше, потому что более, да, у нас, скажем так, шире спектр оказания помощи. Здесь у них, в общем-то, 79 заявок в среднем, где-то в день от 5 до 10 заявок поступает, которые направлены. Ну и хотелось бы сказать, как у них, как работает у нас волонтеров. То есть технологии, слава богу, да, я уже говорил 21 век, создан чат волонтеров. Как вы правильно сказали, есть у нас центры на каждой территории. Например, в Харлова «Новое поколение», «Вашидкова радость», где у нас… Белозерский «Спарта», да, Белозерский «Спарта», здесь «Олимпиец», плюс администрация, плюс управление. То есть создан единый чат, где все волонтеры и, например, заявка может поступить откуда угодно и куда угодно. То есть звонят в администрацию, говорят, я нахожусь в «Вашидково», мне нужна помощь. Соответственно, тут же информация, контакт направляется в чат, мгновенный обмен информацией, уже тот, кто ближе находится к человеку нуждающейся в помощи, выходит на связь и отрабатывает эту помощь. А как вот, собственно, позвонить волонтерам в «Воскресенство», чтобы они помогли? Это по какому номеру звонить? Как до них добраться? Как я уже сказала, есть горячая линия федеральная. А, с федеральной линии спустят вниз. Да, то есть если человек обратится на федеральную линию или на областную, то в любом случае заявка относительно нашего муниципалитета придет в «Воскресенск». Мы ее получим и отработаем. А напрямую можно как-то к «Воскресенскому» волонтерам обратиться? Да, конечно, я тоже об этом говорила. Либо позвонить в соцзащиту, либо позвонить в штаб «Олимпийца». У федеральной линии, да, и у областной. Если туда поступает заявка, то у каждой заявки есть свой номер. И адресатую сообщается этот номер. И то есть волонтер уже, чтобы это не был никакой там жулик, мошенник, который пришел, да, оказывать помощь, он может назвать адресату номер этой заявки, которая поступила, чтобы адресат был точно уверен, что к нему пришел волонтер. Владислав Владимирович озвучил цифры по звонкам и по заявкам. И понятно, что объемы большие. Наверняка волонтеры бы не отказались, собственно, чтобы их ряды пополнились. А как стать волонтером? Расскажите. Вот сейчас есть возможность влиться в ваши ряды? Ну, смотрите, для того, чтобы делать добро и оказывать людям помощь, не обязательно быть волонтером. Можно просто, да, пойти вынести мусор соседу, помочь купить продукты бабушке и так далее. А если мы уже говорим конкретно о том, чтобы быть волонтером, то это имеется в виду принадлежность к какому-то волонтерскому движению или объединению, о которых я уже говорила, они по территориальной принадлежности созданы на базе учреждений по работе с молодежью. Поэтому, если у людей возникнет желание конкретно стать волонтером, то это должна быть осознанная мысль, и он должен понимать, что это ответственность большая перед тем, кому он оказывает помощь. Но это должен быть решительный шаг, на который он пойдет. Жизнь после пандемии все-таки будет. У нас еще и волонтерство никуда не денется. Может быть, расскажете о том, какие виды волонтерства в принципе бывают? К телезрителям, думаю, будет интересно это слушать. Конечно. Есть патриотическое волонтерство. Это помощь ветеранам, это уборка памятных мест, это всевозможные патриотические акции, форумы, участие в этих акциях. Существует культурное волонтерство, медиа-волонтерство, спортивное волонтерство. Очень много в нашем округе проходило больших спортивных мероприятий, где помогали волонтеры в организации и проведении. Это может быть волонтерство событийное. То есть любое мероприятие, которое состоялось, куда позвали волонтеров, это уже волонтерство. Еще одно важное – это донорство им и волонтеры-медики. Вот хотел сказать, что у нас, конечно... Сейчас, наверное, это будет актуально. Вот именно это. Да, да, да. Вот в нашем округе, конечно, волонтеров-медиков не так много. В основном это те, кто помогают довозить и привозить медицинский персонал и помогают их, как-то морально поддерживают. Но так как нет на территории Воскресенского округа медицинских вузов и СУЗов, поэтому мы не можем, да, направить студентов непосредственно уже в красную зону, да, помогать. Вот. Но очень много у нас волонтеров, которые принимают в донорстве участие. Это... периодически проходят акции по сдаче крови как на муниципальном уровне, так и совместно с федералами и областниками. Мы понимаем, что волонтеры в каком-то смысле это синонимично добровольчеству, то есть это люди, которые ничего не ждут за то, что они делают, но, может быть, существует какая-то система там преференции или поощрения. Ну, во-первых, спасибо они уже получают, когда довозят эту помощь до адресата. Все люди благодарны ребятам, которые доставляют им помощь. Уже с этого спасибо начинается благодарность, да? Вы знаете, вот если бы мы говорили про первую волну, да, тоже были волонтеры, в принципе, ну, про спасибо это, конечно же, высшая награда, в общем-то, каждому, когда улыбающийся пенсионер или ребенок, кто-то или родитель говорит спасибо. Но у нас, во-первых, это у нас были награды, да, и от президента, начиная от самого высшего уровня, и до, скажем так, администрации, управления. На областном уровне волонтерам, которые ездили на своем транспорте, предоставлялся бензин, как на областном уровне, так и администрация делала такие поощрения. Затем выдавались купоны на остров мечты. Такой остров есть? В Москве, да. Спасибо, Савянину. А что это с остров мечты? Остров мечты, это куда можно приехать с ребенком и аттракцион. А, да, парк аттракционов, да, большой в Москве. Ну да, примерно об этом я и говорил, как-то их немного поддержать, несмотря на то, что они ничего не просят взамен, и наверняка им было бы приятно. Да, то есть инициатива должна идти от нас, да, поддержки. То есть мы им готовим форменную одежду, отличительную, да, что это волонтер, маски, обеспечиваем их сизами, маски, перчатки, антисептики. Все это тоже можно считать поддержкой. Да, вот совсем недавно в нашем округе 25 человек получили карту Стрелка для бесплатного передвижения на общественном транспорте. Это тоже, можно сказать, вид поощрения. Была организована летом поездка для волонтеров в Рязанскую область на родину Есенина. Ну, то есть такого своего рода поддержка, она есть. Но надо помнить, в первую очередь, что волонтерство это безвозмездное оказание помощи. Мы движемся к завершению, и последний вопрос, это скорее даже не вопрос, а просьба. Что бы вы сказали тем, кто еще не является волонтером, но, возможно, вот у него в душе какие-то сомнения, хочется, может быть, он сомневается, боится, но хочется стать волонтером. В общем, призовите, я вас прошу, на служение обществу людей. Ну, призывать человека заниматься волонтерством, это все индивидуально, это все зависит от самого человека, хочет он этого или нет. Но мне хотелось бы обратиться к предприятиям и организациям нашего округа, у которых есть возможность помочь людям, может быть, предоставить какие-то материальные блага для них, и в том числе, может быть, есть возможность поддержать именно волонтеров, как вы говорили, поощрить им их каким-либо способом. У меня вопросов нет, спасибо вам за то, что отвечали, полно и исчерпывающе. Сегодня у нас в гостях были Анна Богданова и Владислав Сатинаев. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова